Ну что, господа, всем привет. Рад, что многие дожили до второй лекции. Сегодня уже будем говорить о специфичных для базы данных вещах. И я почитал то, что вы писали в качестве отзывов. Еще раз, там кто-то просил про докер-сворба, поговорите проще. Смотрите технологии, они рождаются и умирают в нашей сфере очень быстро. Но есть какие-то фундаментальные вещи, которые остаются живы очень-очень долго, десятилетиями. И вот лучше стараться на них обращать внимание. У нас есть коллега, вот мой, он, его когда спрашивают, какой язык программирования, чуть он все время отвечает математику. Вот давайте я все-таки хочу попробовать сконцентрироваться на фундаментальных вещах, потому что докер-сворба вы всегда загуглите. Вот честное слово, там ничего сложного в нем нет. Сегодня поговорим о трех базовых вещах. Это репликация на примере MySQL. Я чуть выйду за границу, наверное, MySQL. Немножко поговорим о посткресе, например. Прям совсем чуть-чуть. Основное все-таки это MySQL будет. Поговорим об индексах, опять же, на примере MySQL, но постараюсь немножко затронуть Тарантул. Там, в принципе, индексы везде более-менее одни и те же. И поговорим прям совсем чуть-чуть, краем о транзакционности. О том, какие есть уровни изоляции и почему это важно. Так, давайте начнем с такой вещи, как CAP-теорема. Она анонсирована на предыдущем слайде не была, но прям совсем чуть-чуть полезно освежить память. Сколько раз я встречал объяснения, что это такое, каждый раз все по-разному. Во-первых, давайте договоримся о терминах. Есть availability A, есть consistency C и есть partition tolerance P, устойчивость к разделению, доступность и консистентность. Вот давайте договоримся, что в реальной жизни у нас всегда есть компонент P. Partition tolerance всегда существует. Что такое partition tolerance? Если у вас нарушена связь между двумя компонентами, то у вас система не выходит из строя. То есть у вас есть мастер нода, потом покажу, у вас есть слоевы, просто узлы некой распределенной системы. Вот если они разделились, у вас всегда все должно быть нормально. Потому что у нас реальный интернет, у нас периодически пропадает связь между серверами. Это нормальная штатная ситуация. Вот если у вас система неустойчива к partition tolerance, я не знаю как, жить тяжело. Поэтому мы всегда выбираем между двумя параметрами, availability и consistency. Что такое availability? Это то, что вам всегда сервер ответит. А вот дальше начинаются приколы с терминологией. А что именно вам должен ответить сервер? А если он скажет ошибочные данные, это availability или нет? Поэтому такой холиварный вопрос. Вообще под availability давайте подразумевать то, что он как-то нормально ответит. Хотя, по-моему, изначально, в изначальной формировке было сказано, что это просто ответ за неизвестно какое время. То есть, в принципе, он там через год вам может ответить. Это, насколько я, опять же, понимал математику этой теоремы, никак не противоречит. Ну, грубо говоря, давайте смотреть в таком варианте. Это нормальный валидный ответ. Есть consistency. О чем говорит consistency? Вот куда бы вы ни пришли, на какую ноду вашей распределенной системы, даже не обязательно с UBD, ответ будет одинаковый абсолютно, не зависит, куда вы пришли. Вот пришли вы на сервер, который у вас в Гонконге, вам ответило 100-500. Пришли на сервер в Лондоне – 100-500. Пришли на сервер в Нью-Йорке – 100-500. Никакой разницы нет. Вот это consistency. У вас не должно быть расхождения в системе. Теорема строгая, в принципе, она доказанная. То есть, в общем, выбирать при распределенной системе всегда приходится. Там есть всякие попытки это как-то объединить, типа eventually consistency и прочее. Но вот фундаментально мы выбираем либо A, либо C. Третьего не дано. Partition tolerance у нас по умолчанию, напоминаю. Давайте сначала поговорим о том, что такое репликация. Потом поговорим о видах. У вас есть какой-то сервер, вы в него что-то там записали. Пока именно на таком уровне что-то записали в базу данных. Потом у вас есть некие, давайте скажем так, зеркальные копии этого сервера. И вот если вы в них придете что-то прочитать, у вас должно быть в идеале то же самое, что в тот сервер другой вы записали. Это в идеале. Это идеальная ситуация в хорошем идеальном мире. А вот дальше вы можете записать, допустим, в любой из этих серверов, тоже в идеале. То есть у вас много серверов, а ведут они себя как будто один сервер. Это некая эталонная ситуация. Ну, дальше начинаются компромиссы. Вот дальше есть виды репликации. Во-первых, как у нас может градироваться репликация? По степени синхронизации изменений. Есть синхронная, есть асинхронная и есть полусинхронная репликация. Как правило, интернет это асинхронная репликация. Что это такое? Вы записали какое-то значение в мастер-ноду, так называемый, ну или не в мастер-ноду, окей. В любую ноду, пока не говорим о мастер-ноде или не мастер-ноде. Записали какое-то значение, а вот до других серверов оно доедет когда-то потом. И когда неизвестно, это будет. То есть, по идее, это должно быть достаточно быстро, в пределах секунд. Ну, реплики отстают, это суровая реальность нашей жизни. Если много писать, то реплики обязательно отстанут. От этого мы никуда не денемся. Вопрос, насколько они будут отставать по времени. Еще раз, асинхронная репликация, это когда у вас прошла запись на ноду конкретную, и мы ответили. Есть синхронная репликация. Вы пришли с каким-то запросом на вставку в ноду. Эта нода применила у себя, потом довезла до всех своих реплик эти изменения. Сказала, что я все довезла, и только после этого она говорит клиенту, что все окей. Отдаем ответ клиенту, что нормально, все. Транзакция прошла. Есть еще полусинхронная репликация. Что это такое? Это вам пришел запрос на вставку, на изменения. Вы этот запрос применили и послали информацию на все другие ноды. И после этого сказали, что вы не дожидаетесь ответа от других нод. Вы просто послали ответ и говорите, что все окей. Грубо говоря, так. То есть вы гарантируете только, что запрос ушел к сети. Что он применился на тех нодах. Гарантии нет. Есть количество серверов, на которые возможно производить запись. Это вторая градация. Можно? Да, конечно. Чем от поселки синхронно отличается от полной шинхронной? Синхронная это когда… Синхронная или асинхронная? Синхронная от полной шинхронной. А синхронная это ты применил локально у себя изменения, и до других нод вообще еще не поехало. А ты сказал клиенту, что все окей, я применил изменения. Понятно? Количество серверов записи. Давайте назовем сервера, на которые можно приходить с записью мастерами, а сервера, с которых можно читать, назовем слейвами. Читать можно из мастера и слейва, писать только в мастер. Так вот, можно разделить в таком случае на два базовых типа. Мастер-мастер и мастер-слейв, там бывают градации какие-то еще. Ну вот в общем случае вот так. Мастер-мастер и мастер-слейв-репликация. То есть мастер-мастер это когда вы можете писать на любую ноду. Мастер-слейв это когда вы пишете в одну ноду, читаете из любой ноды. Есть градация по формату изменений. Это будем рассматривать чуть позже. Это statement-based репликация, row-based репликация, mix-то репликация. Это то, что касается MySQL, есть еще для Postgres физическая так называемая репликация. Вот это логическая модель репликации. И четвертый пункт тоже подробно рассматривать не будем. Это пул и пуш-модификации изменения. Вот в чем отличие. На мастер-ноду вам приехало какое-то изменение. И в случае пуша вы сами из этой мастер-ноды будете рассылать на все сервера уведомления, что есть новая информация, применяй ее вся. У пулы это когда слоевые будут периодически ходить в мастер-ноду и применять ее какие-то изменения, которые доехали до мастера. Вот пока все понятно. Для кого эта информация новая, кто вообще никогда не слышал эту терминологию? О, о, о. Отлично. На случай, если забудете, можете прям сразу записать. Репликация без цензуры. Прям в гугле пишите. Репликация без цензуры. Автор доклада. Царев Олег. Вот бывший наш сотрудник. Я, может быть, кто мне писал уже, возможно, даже его доклад включал туда, не помню. Просто ключевые слова. Репликация без цензуры. Когда готовлюсь к этому докладу, сам смотрю этот ролик всегда. Отличный ролик. Вот еще, по-моему, у Аксенова есть тоже про как работает репликация, как так он называется. Я его реже смотрю, но периодически тоже пересматриваю. Вот это фундаментальные вещи. Они будут в любой базе данных практически вас преследовать. То есть даже если завтра MySQL станет деприкейтед, и его больше никто не будет использовать, вот эта информация вам всегда пригодится. Еще раз. По синхронности реплика. По синхронности реплик. Давайте повторим. А синхронный коммит никаких дополнительных гарантий. Да. Реплика, да. Это некая зеркальная копия. То есть у тебя есть какая-то нода, куда ты пишешь, и вот зеркальная копия у нее должна быть. В идеале, если ты MD5 сделаешь на файлы, которые в основной базе и в ее реплике, если ты сделаешь MD5, у тебя должно все сойтись. Это в идеале. В MySQL это не так будет, скорее всего. В Postgres там прям вот MD5 на файлах сходится. То есть файлы байт в байт прям идентичны. Потом подробнее рассмотрим, зачем это нужно. Пока давайте так. Еще раз, синхронный коммит. Фиксируем данные на всех репликах, только после этого говорим, что транзакция завершена. Пока на всех репликах оно не применится, все будет плохо. Мы не говорим пользователю, что все окей. Давайте в рамках этого я вам еще дам на то, чтобы погуглить, почитать. Я сейчас не буду рассказывать. Это математика, там много надо рисовать. Там надо чуть ли не видеороликами это объяснять. Погуглить, что такое задача о византийских генералах. Вот прям напишите задачи о византийских генералах и задача о двух армиях, по-моему, еще есть. Это одно из другого, это частный случай. Идея в чем? Давайте я кратко расскажу о задаче, чтобы вы понимали, какое это отношение имеет к всему этому делу. Византия умирает в последние дни империи. Столица захвачена. И есть несколько генералов. Это больше касается биткоина. Я рассказываю общий случай, а потом расскажу о частном случае и задаче о двух генералах. Вот то, о чем я сейчас говорю, это прям то, на чем организованы биткоины и вообще блокчейны как таковые. Византия умирает. Есть несколько армий. Каждая армия возглавляется своим генералом. Нужно напасть и освободить столицу. Вот освободить столицу можно только, если все армии нападут и договорятся синхронно. Не все армии, сори. 50 плюс 1 процент. Там, по-моему, в формулировке 66 процентов должно быть. 2 трети напасть. Ну, считаем так. Не суть, я цифры точно не помню. Все эти армии должны договориться и напасть. Проблема в чем? У нас есть предатели. Какие-то генералы уже присягнули с Рацином на верность. И они хотят запутать всех остальных. И никто не знает, кто говорит правду, кто лжет. Вот весь хайп вокруг блокчейнов, это как раз то, что это годный способ решить эту задачу относительно. То есть в блокчейне как раз то и есть решение этой самой задачи. Есть еще задача двух генералов, она уже при репликации, там, туфейс коммит ее решение. Тоже расскажу формулировку задачи без ее решения непосредственного. Есть долина, где враги. Есть две армии, слева там и справа. Обе армии должны напасть синхронно и победить противника. Только если они нападут синхронно, они победят. Если нападет только одна армия, они проиграют. Поэтому приемлемо считается, если они вообще не нападут. Как это может происходить? Одна армия посылает гонца и говорит, мы нападем в 12 часов. Но в чем проблема? В долине враги, да? Этот гонец может добежать, а может не добежать. Допустим, он добежал успешно. И вторая армия говорит, окей, мы приняли, будем нападать в 12 часов. И гонец должен вернуться назад. К первой армии, сказали, они приняли. Но тогда вот эта вторая армия, не знаю, отбежал ли он назад или нет. Вот. И как раз вот вокруг эта задача, понятно, как касается, да, репликации? Кому-то непонятно? Вот. Решением задач является двухфазный коммит. Вот, в принципе, к этому он относится, к репликациям. Ну, тоже погуглите, что это такое. Там будет лучше написано с красивыми картинками, с красивыми иллюстрациями. Главное просто знайте, что это есть. С точки зрения математики, это будут есть две такие задачи. Количество серверов записи. Мастер-слейв. Мастер-мастер. Еще раз. Мастер-слейв. Мы можем писать только в одну ноду, называемую мастер. На все остальные ноды изменения доезжают как-нибудь потом. Когда это зависит от синхронной или асинхронной. Уже репликация важна. Читаем из любой ноды, пишем только в мастер. Вот. Это все, что нужно об этом знать. Мастер-мастер. Можно писать в любую абсолютно реплику. Они в идеале все должны быть идентичны в любой момент времени. Но дальше появляются проблемы конфликтов. То есть, если в одну ноду пришла такая-то запись, в другую ноду такая-то запись. А как их слить, это не очень понятно. В этом проблема мастер-мастер репликации. Там начинаются разные приколы. Ее надо уметь готовить очень хорошо. Там, как правило, насколько я понимаю, на хранимых процедурах расстреливается. Веби это редкий кейс. Я, на самом деле, на практике никогда мастер-мастер репликацию не использовал. Была у меня одна попытка. В итоге у меня возникли конфликты. Я забил. Сделано мастер-слейв. Оказалось лучше. Дальше. В райт не масштабируется. Если у вас есть мастер-мастер репликация, это никак вам не помогает отмасштабировать в райт. Вы можете писать в любую ноду. Но если у вас процессор загружен на одной ноде на 100%, и вы доставляете еще одну мастер-ноду, у вас не станет 50 на одной ноде загруженный процессор и 50 на другой. Если у вас все записи это в райты, и они грузят ваш процессор на 100%, то сколько бы нод вы не доставляли, все они будут загружены на 100%. Вот это самое важное, что вы должны запомнить о мастер-мастер репликации. Давайте порисуем немножко. Так, маркер, маркер. Маркер есть? Маркера нет. Тогда не порисуем, видимо. Давайте тогда на словах вам объясню, как это выглядит. Представьте, у нас есть 4 ноды. Нода А, нода Б, нода С и нода Д. На ноду Б прилетает какая-то запись. Она прилетела. А потом она должна примениться на 3-х других нодах тоже. А теперь, когда у нас таких записей много, какая нам разница, куда изначально прилетит запись, если она в итоге будет применяться на всех серверах. Идею все поняли? Еще раз, мастер-мастер репликация масштабирует только чтение. Так же, как и мастер-слейв. Чтобы делать запись, нужна другая, чтобы масштабировать запись, нужна другая, другой паттерн проектирования, называется шардирование. Мы его сегодня не рассматриваем, но, еще раз, если вам нужно масштабировать запись, то делаем шардирование. Какие-нибудь вопросы возникают по этому? Ну, вот то, что я вам сказал, должно вас ввести в когнитивный диссонанс. Что значит масштабирование прайк? Сейчас, давай я отвечу на этот вопрос, я вижу руку, я задам слово через пару секунд. Сначала отвечу на это. Еще раз. У тебя есть, давай разберемся с понятием масштабирования чтения, а потом поймешь, что такое запись. У тебя есть сервер один. Это ответ вообще о том, зачем нужна репликация. Вот стоит сервачок. Из него только читают. Записей вообще нет, но записей там уже хранится много, и из него много читают. В определенный момент у тебя загрузка процессора становится сотня. Дальше так же нельзя. Что делать? Ставим еще один сервачок, называемый реплика. И тогда 50% чтений может идти на один сервер, 50% чтений на другом. И тогда у тебя в идеале будет нагрузка процессора 50 на 50. Конечно, такого не будет, потому что репликация, она тоже не бесплатная, она как-то грузит процессор, очевидно. Но в идеале ты будешь читать 50, у тебя загрузка будет на одном процессоре 50% и на другом. Понятно? Масштабирование в рейтов это то же самое, чтобы когда ты делаешь запись в один сервер, ты хочешь, чтобы и ты этими записями сервера убиваешь на 100%, ты хочешь, чтобы у тебя была нагрузка CPU 50% на одном сервере, 50% на другом. Это все про горизонтальное масштабирование, то, что вчера говорили. Понятно? Да. Там коллега... Вот. Это как раз и есть тот вопрос, который я хотел услышать. Когда я задавал вопрос, какой когнитивный диссонанс возникает, вот это как раз и есть тот самый когнитивный диссонанс. Сейчас отвечу. Вопрос 100% ровно то, что я добивался. У меня такой вопрос. Вот вы говорите про то, что у нас 100% загрузка процессора. А это обычно так и бывает, что все упирается в процессор, а не в канал с жестким диском? Вопрос правильный. Зависит от типа базы данных. Ну, если у тебя, допустим, in-memory с UBD какая-нибудь, естественно, она не будет упираться. Более того, я тебе... Спойлер небольшой, там дальше, по-моему, будет у меня про это слайд небольшой. Вот, ну, в подкрыс у тебя будет репликация тормозить в диск, а вот в MySQL у тебя она будет, скорее всего, в процессор тормозить. Особенности репликации MySQL. Вот, если... Ну, у меня дальше там будет. Про это слайдов много. Вот, но вопрос 100% правильный. Зависит от типа базы, от паттерна использования, от того, что там есть, от типа таблиц, от того, есть ли у тебя индексы. Ну, вот, от много чего она будет зависеть. Более того, я тебе скажу так. В диск ходить каждый раз дорого. У тебя в идеале все рабочее множество, все горячие данные должны быть в оперативной памяти. Если они у тебя не в оперативке, у тебя база будет торможивать. Вот, этого надо стараться избегать. Но, опять же, там, если у тебя какие-то холодные данные, там, у тебя же суббодания обязательно реляционные. Если это какие-нибудь ходу данные, то они будут с диска, скорее всего, всегда грузиться. Они вряд ли осядут в диск, если это бигдейта. Да? Зависит от. Нет, репликация вообще никогда не масштабирует. Вообще никогда. По определению. Еще раз. Это вот то, что я хочу, чтобы после лекции четко все уяснили. Есть четыре сервера. А, Б, С, Д. Неважно, куда прилетит запись первой. Она потом размножится везде. И так как она будет размножаться везде, фактически это приводит к тому, что... Это мы говорим сейчас о SQL-е в первую очередь. Там в Postgres чуть-чуть будет полегче, действительно, но это особенность Postgres. Мне кажется, что это еще был вопрос, то, что если два шарда поставить, и на них реплики нависит нахожусь. Нет, каждый шарт, каждый шарт, это отдельно. У него свои реплики. Это будет хорошо видно на Монге. У нас там лабораторка должна быть даже на этот счет отдельно. Если у вас есть шарды, то каждый шарт реплицируется отдельно для тех, кто знает, что такое шарт. Это, грубо говоря, отдельная сущность. Мы говорили про четыре сервера на CD. Зачем нам туперировать... Ну, это понятно, что надо быть используемой репликацией. Какой бы не смысл, например, можно надо бы ухранить? Еще раз. Зачем нам туперировать четыре раза всю эту информацию? Вопрос понял. Еще раз. Это не моя любимая фраза. Это любимая фраза Олега Царева, которую он на этом докладе любит говорить. Никогда не путайте бэкап и репликацию. Репликация — это не бэкап. Вообще ни разу. Репликация нужна, чтобы масштабировать чтение. Если у вас проблемы по производительности с чтением, вы ставите реплику. Если вам нужно делать бэкап, это одно из применений, как можно применять реплику, но это не ее основная задача. Репликация — это масштабирование чтения. Так же, как шардирование — это масштабирование записи. Еще вопросы? Почему нельзя масштабирование чтения сделать в зависимости от ключа? То есть обращаться на разные слои запросы, то есть вы включите, соответственно, разные данные. Это называется то, что ты говоришь, а в зависимости от ключа это как раз называется шардирование. Так делают, да. Это и есть шардирование, это правильно говоришь. Как один из вариантов. Просто шардирование тоже не такая простая операция. Скажем так, она сильно мешает жить в случае реляционных таблиц. Оно в NoSQL прям вообще заходит. Зачем вообще нужны реляционные таблицы? Одно из их основных преимуществ. Кто-нибудь скажет, какая операция у нас есть такая, что делает полезным существование реляционных таблиц, прям сильно полезным. Джойны, да, все правильно. А если у тебя шарды, в шардах поджойнить не получится, потому что у тебя половина данных лежит в одной шарде, половина в другом. А как их джойнить, непонятно. И для этого приходится выкачивать все на какие-то бэкэнды, и на бэкэндах уже джойнить вручную. Поэтому шардировать надо, безусловно. Но если вам действительно надо шардировать. А репликация, она делает жизнь проще. Да. А. Еще вопросы? Тогда давайте поговорим о том, зачем нужна мастер-мастер репликация вообще. Как мы выяснили, она не масштабирует запись. Вот коллега очень правильный вопрос задал. Я сам долго по этому поводу ботхертил. Мой коллега, он, по-моему, здесь даже присутствует где-то, возможно. Максим, ты тут? Да. Максим тут. Он раньше работал в банке и рассказал такую историю. Зачем это нужно? Представьте, у вас есть банкомат в глухом селе. Там нет интернета. Вы приходите со своей карточкой и что-то там это, снимаете денег. Оно все это пишет, а потом, когда-нибудь, когда появится интернет, оно должно синхронизироваться с той стороной. Вот это как раз и есть мастер-мастер репликация, как пример. То есть задача мастера-мастера – это доступность. То есть как только у вас разорвались каналы, помните консистентность и availability. Вот это как раз ставка на availability. Проигрыш в консистенции, получение availability. Вот, например. Или, допустим, у вас один из мастеров вышел из строя, вы хотите писать в другую. Вот вам еще одно применение. То есть хотите повышать доступность. А вот, например, банкомат, у которых есть интернет, у нас раз не будет проблем, конфликт? Будут, конечно. Вот. Я же говорю, мастер-мастер – это основная проблема в конфликтах. Вот. А дальше вопрос, как ее правильно разруливать. Там пишутся специальные, насколько я понимаю, хранимки для того, чтобы ее разруливать. Или применяется. Это для финансов не подойдет. Применяется последняя транзакция в случае конфликта. Ну, как бы, почему это не подойдет? У вас тысяча рублей. Вы с одного банкомата сняли 300 рублей. У вас-то осталось 700, а с другого банкомата вы сняли 1 рубль, а осталось 999. Как бы, вам надо сложить. Вот. Поэтому это зависит от бизнес-данных, как правильно разруливать конфликты. Поэтому это не такая простая штука. И подумайте трижды, прежде чем использовать мастер-мастер-реаппликацию. А нужна ли она вам? Вопросы, возражения? Я смотрю на правый угол задний. Есть возражения какие-то, Максим? Ты у нас самый главный эксперт в этом. Ладно, давайте дальше. Поговорим теперь о той боли, которую нам приносит MySQL. У нас когда-то был старый MySQL, а репликации тогда еще вообще не было. В этом MySQL самом. В то время основным файловым хранилищем для MySQL, типом таблицы, был MyISO. Знакомое слово для кого-то? Для кого не знакомое? Руку поднимите. О. Так, тогда немножко зайдем в архитектуру MySQL. Она хорошая, православная, модульная. И там разделяется логика сетевая и логика того, как все эти данные будут храниться на диске. Вот та логика, которая отвечает за хранение на диске, ну и не обязательно на диске, в том числе и в памяти, вообще логика хранения, называется дисковое хранилище, storage engine. Вот раньше было MyISO. Он и сейчас активно используется, там есть у него определенные преимущества, иногда бывают сравнения, их посмотрите отдельно, выходят за рамки лекции, не буду сильно на это опускаться. Факт следующий. В современном мире практически всегда используется InnoDB. Вот если вы не знаете, что вам нужен MyISO, используйте InnoDB. Давайте так договоримся. Вот там, допустим, MyISO, одно единственное применение, его назову, это полнотекстовый поиск. Вот полнотекстовый поиск поддерживается только в MyISO, насколько я помню. Для всего остального, там, условно, используйте InnoDB. Вот. Вплоть до того, например, что MyISO в случае отрубания по питанию карабтит данные. То есть, вот, поэтому с ним надо быть аккуратнее. Так. Да, в MyISO журнала нет, как я уже говорил, он карабтит данные, это непосредственно касается журнала. Вот. Поэтому на уровне выше, там, где у нас, там, где вот оптимизатор, кэш-буфер, у нас, там, в определенный момент появился свой журнал транзакций. Что с ним не так? Этот журнал транзакций используется исключительно для репликации. Больше он ни за чем не используется. Если у вас произошло какое-то нарушение целостности данных, вы не сможете сделать откатку по этому журналу. В это же самое время, прекрасное, у MySQL появилось новое дисковое хранилище. И на DB, про которое я уже говорил. И на DB тоже решил проблему с отсутствием журнала, только для себя. Появилась необходимость в том, чтобы иметь возможность в случае каких-то проблем с питанием, например, иметь возможность накатить транзакцию заново, чтобы данные были целостными. Когда будет транзакция, я скажу такое слово ACID, ну, как кислота по-английски. Чтобы соблюдать принцип ACID, появился такой журнал, в частности. Окей, у нас есть два журнала, которые надо ввести. Осознаете боль. В это время у Postgres есть один единственный журнал, и он нормально с ним живет, который используется и для того, и для другого. Называется он там WriterHeadLock. Итак, у нас уже появляется первый оверхед у MySQL. Он пишет на диск больше. То есть сколько нужно сделать записей на диск для MySQL. Три записи на диск. Первый раз мы пишем в журнал репликации, журнал транзакций. Потом пишем в андуридуллок и на деби. И потом мы сами данные пишем на диск уже в саму табличку. Да. Рука была, по-моему. В андуридуллок. В это самое время у Postgres мы пишем один раз в журнал, и один раз данные пишем на диск. И вроде как все нормально. Так жить можно. В полтора раза меньше потребления диска. Дальше. У MySQL. Сейчас вам дальше уже. Вот то, о чем я говорил. Два лога. BinaryLock и WriterHeadLock. Дальше. У MySQL логическая репликация. То есть он не оперирует физическими сущностями тем, как это выглядит на диске. Он оперирует некой логикой. Есть два способа основных. Их там чуть больше. Не суть. Будем считать, что два. Statement-based репликация и row-based репликация. Statement-based что такое? А это мы прям натурально пишем все SQL-выражения, которые были в транзакции, подряд один за другим. Да? Одну транзакцию написали, вторую, третью. И так пишем журнал. Потом эти транзакции напрямую накатываются на всех репликах. Это, помните, я говорил, что MySQL упирается в процессор во время репликации. Вот это одна из причин, почему все это происходит. Потому что он заинсертил что-то на мастер-ноде, потом эта транзакция доезжает до слова, и он точно так же прокатывает все изменения. Вот это одна из причин, всего лишь одна из причин. Какие проблемы с этим есть? Почему плохо SQL-выражение ассис реплицировать? Какие идеи? Разные данные. Да, могут разъехаться данные. Приведите пример. Какой-нибудь рандом. Да, все правильно. Рандом выполнился на мастере, получили число 100-500. Рандом выполнился на слове, получились данные 104. Все. Ну да, разъехались. Плохо. Как так жить? То есть, ну вот, реально с этим приходилось жить. Люди с этим думали, как борется. Придумали следующую схему. Raw-based репликацию. Гитом. Кто не пользовался никогда? Гитом. Не пользовался. О, гитом все пользовались. То есть, приведу такую аналогию. Это образ строчек до и после изменений. То есть, мы храним строчку до и строчку после. А теперь, внимание, я не оговорился, когда мы рассказали, что мы храним строчку до и строчку после. В этом вас должно было смутить следующее. Зачем? Нет, две строчки нам придется хранить. Но у нас в табличке, допустим, тысяча столбиков. Зачем нам? А, изменили мы только один столбик. Зачем нам хранить в журнале транзакций тысячу столбиков? Поэтому мы со временем сделали оптимизацию, которая, если мне память не изменяет по дефолту, правда, выключена до сих пор. Могу ошибаться. Если включить эту строчку, то будут храниться только конкретно измененные столбики. До и после. Проблема тут следующая. Особенно до этой оптимизации подобная схема сильно отжирала место на диске. Так и жили. В это же самое время плоскость репликации сделана более-менее по-человечески. Ну как, лучше, по крайней мере, я не знаю, что-то есть. Берется в журнал транзакций, пишется изменение конкретных страничек на диске, прям физически, что изменилось на странице. Страница, кто не понимает, что такое? Не понимает. Так, тогда кратко. Все данные, которые есть в СУБД, на файле лежат как что-то типа специальными блоками. Эти блоки мы называем страницей. То есть это какой-то блок. Вот если в этом блоке произошло какое-то изменение, мы фиксируем, что изменилось в этой странице и довозим этот дифф изменений до всех реплик. Мы возьмем и остановим всю запись на мастер-ноду, дождемся, когда реплики догонятся. У нас же асинхронная репликация, реплики отстают. Вот дождались, когда они догнались. И сравним MD5 хэш-сумы файлов, которые лежат на мастере и на реплике. Они должны сойтись. Просто должны сойтись. Это хорошо. Вот это хорошая, достаточная репликация. Можно пользоваться. Вот. Собственно, тоже немножко переработал, еще не привык к этому формату презентации. Давайте добьем MySQL-репликацию. Слейф однопоточен. В MySQL-е слейф однопоточен. Что для нас это означает? У нас стоит такой мощный сервачок о 24 ядрах. И он работает в одно ядро. Плохо, господа. Начинаем тупить в реплику. Мало того, что он в одно ядро работает, так еще он не оптимально его нагружает. Да, есть такие проблемы. Сейчас, опять же, глубоко не копал. Если интересно, посмотрите на лекцию асинхронная репликация без цензуры. Там больше ботхерта будет на этот счет, потому что человек, который этим занимается, он DBA был у нас в Мэйле. Он как бы с этим больше куда работал, он более подробно рассказывать об этом может. Но там появилась такая фишка, называется групповые транзакции. Вот они более-менее стали спасать. То есть транзакции накатываться группами начали. Но, тем не менее, нужно жить с тем, что слейф бывает однопоточен. Так, по первой части, по репликации все. Давайте еще раз повторим. Это вот прямо фундаментальщина-фундаментальщина. В любой базе данных, нормальной, человеческой, у вас в 2017 году должна быть репликация. Что непонятно? Зачем это нужно? Как работает? Где помогает, где не помогает? Вот это очень хочется, чтобы прям каждый понял. Еще раз, как ее настраивать, я на слайдах не показывал. Вы эти парочку команд в любой момент в гугле наберете. Вот я сам не помню, как это делать, честно скажу. Когда мне это надо, я гуглю, плачу в консольку, и у меня все работает, скорее всего. Если не работает, я уже сажусь разбираться. Вопрос про master-slave. Как именно происходит выбор, с какого слоя вычитать, например? Или это решается в BD? Это решает... Зависит от. В MySQL это должен решать сам бэкэнд. Ну как, у тебя есть какой-то список реплик, допустим, взвешенный. Ты берешь просто и рандомно выбираешь в соответствии с весом, в какую ноду идешь. Все. То есть, грубо говоря, round robin каким-нибудь можно, как угодно. Это задача бэкэнда. Твоя задача, главное, чтобы они были нагружены по ресурсам равномерно. То есть, если у тебя там Pentium 1 стоит и как-то крутит в 2017 году MySQL бедный, и стоит какой-нибудь Xeon, Ну, естественно, 99% запросов должны идти на этот Xeon. Так, а вот, насколько я помню, в Monge, если мне память не изменяет, уже сама СБД в состоянии разрулить, на какую реплику идти. Надо вспомнить, но, по-моему, там было что-то такое. С шардами точно Monge умеет разруливать, в какой шард идти. А вот с репликацией вроде должна. Но не уверен на 100%. Да, вопросы? Есть общий вопрос, когда MySQL лучше поздно, потому что, судя по всему, что вы рассказывали, MySQL полностью проигрывает и все такое? Он, понимаешь, как тебе сказать, это извечный вопрос. Давайте все возьмем и перепишем. MySQL, он хуже только по одной причине, он старее. Ну, то есть, для новых практик бизнес-модератиков? Да нет, конечно. В нем отгребли больше, уже костылей больше раз наступили. Еще раз, нет, основная цель моего курса, который я до вас пытаюсь донести, нет готовых рецептов. Берите, тестируйте, что под ваши конкретные условия вам подойдет. Если у вас домашняя страничка где-нибудь там, возможно, вообще не нужна база данных. Если мне память не изменяет, есть сайт Absolute Games. Он очень-очень долго жил вообще без баз данных, он в фале все данные хранил. Вроде это был Absolute Games. Сто процентов не скажу, и нормально жили, ребят. Вот реально. Поэтому всегда задумайтесь, а нужно ли вам это. Возьмите, потестируйте, подумайте, как вы будете масштабироваться. MySQL, насколько я понимаю слова, это больше относится к админам, чем к разработчикам. Но админы больше любят MySQL, потому что с ним, как правило, меньше люди наступают на грабли. Более того, насколько я знаю, опять же, посткерс достаточно ощутимо отстает фичам от мускуля. Могу здесь быть неправ, опять же, я не EBA. Вот, и была ситуация, меня просили поменьше говорить о MySQL, но тем не менее. Вот в Бибкаре была ситуация, они изначально хотели посткерс брать, в итоге остановились на мускуле. Вот почему подробности не уточнял, но тем не менее, это о новых проектах. В Бибкаре, когда меньше года назад начали писать, и в итоге взяли мускуль. Еще вопросы? Вот теперь вы меня заинтриговали, а почему я мускул-то? А это приходите завтра, Сереге задайте этот вопрос. Я думаю, он подробнее расскажет. Тут, к сожалению, ни Сергея, ни Дениса Исаева нет, из тех, кто мог ответить на этот вопрос. Это холиварная тема. Вот, допустим, Олег Царев, он апологет посткерса и считает, что посткерс – это круто. Вот сколько я с ним общался, вот я его последний раз года два назад видел, может, сейчас что-то изменилось в его, вот, он говорит, что посткерс, посткерс. При этом он человек такой, его очень сложно убедить, что новая технология лучше старой. К примеру, он поверил, что тарантул хорош. Спустя очень продолжительное время, после того, как он сидел, я просто, он рассказывал сам, он сидел, ковырялся в исходниках тарантула, прежде чем он поверил, что это хороший продукт. Вот, поэтому, в принципе, я этому человеку доверяю. Он умный человек. Вот, и если он говорит, что посткерс хорош, ну, он действительно, скорее всего, хорош. Я посткерс на практике в продакшене никогда не использовал, почему я, как бы, говорю, что я не в курсе, возможно, он имеет какие-то грабли. Вот, у меня везде в продакшене на моих серваках мускуль. Еще вопросы? Тогда запоминаем. Главное, что нужно запомнить. Привет, Олегу. Реплика – это не бэкапы. Репликация масштабирует только чтение. Запоминаем фундаментальщину. Знаем, какие есть варианты. А дальше, когда вы видите новую офигительную базу данных и хотите ее попробовать, вы уже знаете, какие характеристики они надо погуглить. А есть ли у нее мастер-мастер репликации, если она вам вдруг нужна. Там слейф однопоточный или нет. А какой там тип репликации. Вот это все вы можете загуглить. Если вы знаете, чем они отличаются друг от друга, там эти базы данных, как горячие пирожки каждый год по нескольких штук появляются. Ну что ж теперь о каждой помнить. Главное знать варианты, какие могут быть. И тогда вы не ошибетесь. Вы всегда будете знать, что прочитать. И как из этой горы маркетинга выискать то, что вам нужно. Для того, чтобы завершить предыдущую тему и перейти к следующей, как-то собраться после перерыва, расскажу вам в течение минуты буквально кратко байку. Я тут со своим коллегой сейчас пообщался в перерыве. Он, оказывается, не в банке работал, а на этих на вокзалах. Вот. И, короче, знаете, как у них разруливали конфликты на самом деле? Вот. Не то, что я вам говорил, не скриптами, ничего. С утра приходил админ и все конфликты разруливал руками. Вот. Это байка. Но правда с жизнью. Вот. Давайте дальше. Переходим к тому, вообще, зачем нужны базы данных. Почему как Абсолют Геймс условный, может и не они, не помню уже, не хранить бы в файлах. Это прежде всего для нас, для веба, это индексы. Возможность быстро находить данные. Кто никогда не слышал слово индексы или не понимает, что это такое, кроме слова ничего не слышал? Поднимите руки, пожалуйста. Так, ну если все понимают, не буду рассказывать вам аналогию с телефонными справочниками, впрочем. Ладно. Давайте тогда перейдем сразу к типам индексов. Есть B3 индексы. Индексы, на самом деле, это большое семейство. И, скажем так, давайте обобщим их до деревянных индексов прежде всего, наверное. В MySQL, например, используется модификация под названием B+, деревья. Есть еще там фрактальные деревни в каких-то из новых СУБДшках и РОК, по-моему. Не уверен. В общем, где-то разные деревья, смысл в одном. Вот есть деревянные индексы. Полезная штука для работы с внешней памятью. Есть R3. Вот, помните, я там говорил про два дисковых движка. Вот еще вам один пример, зачем MyISM до сих пор может использоваться. Вот, если вам нужны R3 деревья, ну, R деревья, то можно использовать MyISM. Зачем это нужно? Для геоиндексов. То есть, ну, точка это, условно говоря, массив. Вот, если вам нужны какие-то... Находить точку, которая находится в радиусе от какой-то другой точки, вот, можно использовать индекс R3. Где еще у нас R3 индексы используются? Более того, используются активно. Тарантул их умеет. Вот, в каком-то из проектов мы их даже использовали, если мне помню, вебкаре, что ли, они используются, не помню точно. Хеш-индексы применяются для in-memory. И что-то я такое сегодня, когда к лекции читал, опять же, здесь 100% не отвечу. Вроде они в последних версиях, и вы на DB приехали. Но здесь, опять же, не скажу точно. На слайд не стал выносить. Есть полнотекстовые индексы, опять же, есть только в MyISM. Полнотекстовые индексы — это когда вам нужен поиск по тексту. В принципе, все понятно. Дальше будем рассматривать только дерево, деревянные индексы. Считаем, что что-то другое нам не нужно. Вот эту картиночку все видели? Вот, картиночка скрипипащена из Википедии. На самом деле в MySQL немножко все по-другому используется. Во-первых, вот видите, на одном уровне стрелочка только в правые странички идет. В MySQL это немножко не так. Стрелочки идут двухнаправленные, то есть список двухнаправленный, не однонаправленный. Благодаря этому можно искать как в одну сторону, так и в другую. То есть больше в поддержке операций. Как больше, так и меньше можем искать. Как это работает? Вот видите, есть 3 и 5. Вот все, что идет в нижнем листе, идет влево. То, что между 3 и 5, причем 3 включая, 5 исключая, идет вот в стрелочку ниже. Все, что больше 5, идет вправо. Здесь странички совсем небольшие. В реальной жизни у вас будут сотни вот этих вот указателей в пределах одной. Кроме, кроме самого последнего узла, кроме последнего слоя, как бы говоря. Вообще, в реальной жизни, насколько я знаю, их будет около где-то 5 слоев всего. То есть сверху донизу будет 5-6, может быть. Зависит, естественно, от данных, но тем не менее. Так, что здесь важно? Видите, на нижнем слое у нас есть D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Что здесь важно помнить? Это абстрактная все фишка. А что в них конкретно лежит, что это за данные, таки, зависит от многих факторов для MySQL, в частности. Давайте рассмотрим три таких ситуации. Во-первых, у нас таблица MyEase. В таком случае, эти значения будут просто смещение в файле до данных. Независимо от того, какой это индекс, это будет смещение до данных для MyIsom. Дальше. Inodb. Какие у нас могут быть варианты в Inodb? Это может быть primary key индекс. И тогда вот этот указатель, это сами данные. Помните, я говорил, что во всех слоях, кроме самого нижнего, будут лежать по сотням этих указателей. На нижнем, потому что данных больше будет. Если везде лежит только то, что в индексе указано, то в последнем слое primary key для Inodb будут лежать данные сами. Поэтому в одну страничку у вас физически меньше влезет. Ну, если у вас там страничка условно 4К, условно 4К, если вам нужно только один столбик таблицы держать, у вас больше влезет, чем если вам нужно держать всю таблицу. Поэтому в нижних страничках у вас, естественно, будет меньше влазить записей, меньше строчек. А, там. Есть еще вторичные индексы. И тогда, вот в этом d, еще раз назад, в этом d будет лежать просто значение первичного ключа. О чем нам это говорит? Поиск по Inodb, если мы ищем по вторичному ключу, а не по первичному, будет где-то в два раза медленнее, чем по первичному ключу. Почему так происходит? Потому что сначала мы находим по вторичному ключу значение первичного ключа, а потом еще по первичному ключу ищем сами данные. Это важно. Для Bison, как уже говорил, все индексы эквивалентны. Дальше. Для Inodb кто-то жлобится и не хочет делать первичный ключ в Inodb. В Inodb он всегда присутствует неявно. То есть, если бы его не сгенерили сами, там какой-нибудь автоинкрементки хотя бы, он все равно создастся, он все равно будет присутствовать. Дальше. Третий факт. Мы еще подробнее к нему вернемся. Пока просто анонсирую. В конец любого индекса всегда дописывается первичный ключ. Ну, допустим, у нас индекс по колонке B, A, вот будет написано B, A, запятая ID. ID появится неявно. Ну, или там, если более сложный ключ какой-то составной, не суть. Так, давайте еще вот на этом слайде я расскажу историю из, если не память, не изменяет LiveJournal. В Inodb данные кластеризуются, ну, что очевидно, из структуры первичного ключа, они кластеризуются по первичному ключу. То есть, данные, у которых близкие первичные ключи, будут и на диске лежать рядом. Жила-была, жил-была ресурс под названием LiveJournal, что из себя представляет типичный блог. Это идет пост, и к нему много комментариев. Как изначально было, у каждого комментария первичным ключом являлся свой ID-шник некий. Все бы ничего, но к одному посту данные, комментарии писались в разное время. Какой-то популярный пост, и они размывались по диску, и чтобы найти комментарии к тому посту, приходилось лазить по всему жесткому диску. Плохо, неудобно, жить тяжело в таком состоянии. Как думаете, как решить проблему? Нет. Нужен составной ключ здесь. Ключ может быть не только из одного, грубо говоря. Из одного поля. Да, не из одного поля, а из нескольких полей. Вот каких два поля можно использовать, чтобы у нас холестеризовался? Идишник поста, идишник поста. Наоборот, только. Идишник поста, идишник комментария. Здесь важно. Почему? Потому что у всех… Как парень чайл получается. Да-да-да, вот как будет это выглядеть. Здесь может быть не 3 и 5, а вместо тройки может быть какой-то кортеж. И как это сравнивается? Ну, ровно как в питоне. Сначала первый элемент, потом второй элемент, потом, если есть третий элемент и так далее. То есть, если у вас айдишник поста будет там 100-500, у вас все комментарии к посту 100-500 будут рядом лежать. Там уже будут отличаться как-то. Поэтому удобно. Это будет работать намного лучше. Потому что, как уже помним, если у вас будет по вторичному ключу такая частая операция, она будет в два раза больше времени занимать, чем вот эта. А это основная операция, которая, скорее всего, у вас будет происходить в блоге. Какие у нас операции поддерживают деревянные индексы? Прежде всего, это поиск по равенству. Это просто. Если у вас есть какое-то поле, вы можете сказать, найди мне все записи, у которых поле А будет равно 5. Поддерживается поиск по открытому диапазону. То есть, найди мне все поля, у которых А больше 5. Есть закрытый диапазон. Найди мне все, где А между 3 и 6 находится. Сюда же входят всякие конструкции типа in. Найди мне все записи, где А принимает значения 1, 8 и 100-500. Тоже, в принципе, работает. Это фактически эквивалентное равенство. Дальше. Могут быть не только числа, но и строки. Здесь единственный вопрос, который возникает, есть определение коллэйшн. Это то, как сравнивать строки. Ну, то бишь, case sensitive, case insensitive, там, что делать с UTF. Вот в MySQL это разруливается с помощью коллэйшн. Что здесь есть особенного? Есть такая операция like. То есть, найди мне все записи, которые там имеют такую-то подстрочку. Такое недорегулярное выражение. Очень сильно недо. Если будете гуглить в интернете, часто распространен миф, что like не работает с индексами. Неправда. Like надо уметь писать, чтобы они работали с индексом. Не работает с индексом только второй вариант. Когда у вас отсутствует префикс. Если у вас есть некий префикс, он всегда будет искаться по индексу. Ну, как всегда. Если у вас есть, собственно говоря, этот индекс. То есть, если у вас по ID есть префикс ABC, то все будет работать. Если у вас префикс отсутствует, то, естественно, вы будете fullscan'ить таблицу. Почему это плохо? У нас как-то повисла база данных, когда какой-то скрипт запустили, не рассчитав. Вот этот процентик забыли, не учли. Запустили, причем вообще случайно, абсолютно глупо получилось. Что-то типа вообще случайно. Слава богу, скрипт запустили в Day и там повесили в Day. А не в продакшене. Так, многоколоночные индексы еще раз. Тоже почему-то распространен в интернете миф. Там это даже об этом Петр Зайцев говорит на той лекции, которую я вам говорил там. А, не говорил еще. Я вам про репликацию только говорил, скинул тоже в рекомендуемых материалах. Многие считают, что если у вас многоколоночный индекс, то на каждую колонку будет создаваться свое дерево. Неправда, вот все будет ровно, как я вам говорил, сравниваться по кортежам будет. То есть будет элемент индекса, не единица, а 1,5, 10. Просто какой-то кортеж. Второй, самый важный пункт, который вы должны помнить про индексы. Все остальное можете забыть после лекции. Вот это помнить надо. Все остальное вы загуглите. Ну, у вас возникнет вопрос, а почему так? И начнете гуглить и восполнить всю информацию. Индекс А, Б и Б, А неэквивалентны. Ну, почему, я думаю, очевидно, да? Потому что кортежи будут сравниваться по-разному. Они сравниваются по сначала первому элементу, потом по второму и так далее. Вот, запомнили. Индекс А, Б и Б, А это неэквивалентные индексы. Третий факт об индексах. Индекс может использоваться не целиком, а только его какая-то часть использоваться будет. Это нормальная ситуация и лучше так, чем никак. Давайте посмотрим конкретные примеры. У вас есть табличка сотрудников. У сотрудника есть какой-то департамент и имя. Во-первых, для использования индекса абсолютно без разницы, в какой последовательности перечислять аргументы. Сначала департамент ID, а потом name в SQL-запросе. Или сначала имя, а потом департамент ID. Оптимизатор MySQL такие ситуации разруливает нормально, можете с этим не париться. Это миф, который воздействовал на меня долгое время. Я почему-то считал, что это важно и писал вручную такие вещи, смотрел, ага, в какой у меня последовательности индекс написан. Так вот, это не важно. Не повторяйте мои ошибки тут. В данном случае, какой индекс лучше, как думаете? Давайте посмотрим, департамент ID, имя или имя департамента ID. Почему вы так думаете? Департамент может меньше значений принимать, чем... А Иван распространенный в России, да? Оба из вас, на самом деле, правильно отвечают. И тот, и другой. Ответ очень простой. Надо смотреть на структуру конкретных департаментов, насколько они крупные или нет. Есть такое понятие «селективность индекса». Я сейчас кратко расскажу, кто забудет, просто покупайте по слову «селективность индекса». У вас должно быть как можно больше вариантов значений. Вот в идеале у вас есть миллиард значений, и какое бы значение вы ни выбрали, у вас будет только один элемент выбран благодаря нему. Вот это прям вообще идеальная ситуация, которая возможна. Пример поля с плохой селективностью, наверное, это male-female. Мужчина-женщина, потому что они будут где-то 50 на 50 разбиваться. Вот не самая лучшая селективность. Вот поэтому вы просто смотрите от того, насколько у вас крупные департаменты и прочее. На какой-то конференции общая рекомендация по этому была следующая. Know your data. Знаете свои данные. Просто когда проектируете такие вещи, просто посмотрите, отвлекитесь от своего кода и посмотрите на жизнь. А как будет в жизни? Ну, то есть, если у вас там условно школа, строить индекс по полу вообще бессмысленно, потому что у вас 99%, скорее всего, будут женщины. Точно так же, как и в IT-компании, будет какой-то, скорее всего, высокий достаточно процент. Отличаться мужчин и женщин, потому что, скорее всего, в разработке у вас будут больше мужчин статистически. Женщин будет, скорее всего, больше в тестировании и в менеджерах. Хотя, не знаю про менеджеров, не уверен, так сходу не скажу. Короче, смотрите просто реальную структуру компаний на заказчиков. Такие вещи надо учитывать. То есть, допустим, если у вас роддом какой-нибудь и у вас регистрируется посетитель, то, скорее всего, 99% посетителей у вас будут женщины по очевидным биологическим причинам. Поэтому учитывайте такие вещи, когда строите индекс и вообще проектируете свои базы данных. Селективность индекса очень важна. Дальше. Как строить таблички так, чтобы... Индексы использовались нормально. Во-первых, давайте я вам скажу магическое слово, которое надо запомнить. Все вот это можете забыть, что я сейчас рассказывал. Слово надо помнить. Explain. Перед любым запросом вы можете написать explain, и он вам расскажет, применяет он индексы, не применяет полностью, частично. Вот все остальное забудьте, а это помните. Это только для MySQL работает или это в стандарте SQL? Нет, это, по-моему, у MySQL, возможно, это еще где-то есть. В стандарте я не помню, есть такой или нет. Но, как минимум, explain есть в Monge еще. В Monge вообще шикарный explain. Лучше explain я нигде не встречал пока. Вот реально там прям красиво все расписано, что как применяется. Вот у них с этим хорошо. В MySQL стандартный explain читается тяжело, но есть формат в JSON. Он просто чисто визуально почему-то мне лучше читается. Там есть сложные какие-то моменты, как конкретно индекс используется. Но, по крайней мере, вы увидите, используется ли индекс у вас вообще. Итак, общее правило, которое вы должны запомнить на этом слайде, следующее. Индекс будет использоваться до первого неравенства. То есть, как только у вас появляется больше-меньше, у вас приостает использоваться индекс. Вот есть индекс А, Б, С. Индекс целиком будет использоваться для больше 5, это нормальная ситуация. Для А равно 5 будет применяться индекс. Для А равно 5 и Б больше 5, он будет применяться. Для А равно 5, Б равно 8, С больше 4, он будет применяться. Еще раз. То есть, первое, как только у вас появляется больше, либо меньше, оно перестанет использоваться. Это важно запомнить. Это специфично для MySQL? Ну, вообще нет, возможно, там какие-то оптимизации будут сделаны. Я сейчас говорю про MySQL, опять же, 100% не буду говорить. Но вообще это следует просто из самой структуры данных. То есть, это ограничение структуры данных. Просто нарисуй дерево и попробуй обойти его. Так я не смог. Я тоже задавал себе такой вопрос. Это ограничение индекса выглядит. Вот, собственно говоря. Вопрос, почему на этом не будет проходить? Я, в принципе, ответ дал. Еще раз, давайте приговорим. Потому что, почему вот здесь не будет использоваться? Кстати, нет, это не то, о чем я сейчас говорил. Почему вот в первом случае у нас все плохо? А не используется? А не используется? Первый элемент. Помним, да, что важна структура. Сначала мы ищем по А в любом случае, потом по Б, потом по С. Если у нас опущен какой-то элемент, у нас индекс не может использоваться. Еще раз, опущен префиксный элемент. С, допустим, может быть опущено. Это нормально. Для запроса номер один. Вот, если А опустили, это плохо. Да. Может у нас, например, быть неравенство, например, для А задуманное, для А равенство, для А равенство или для С неравенство? Еще раз. Ну, то есть А, например, больше числа, Б равно и С меньше числа. У нас это будет как-то... Это будет влиять. Сейчас покажу следующий слайд как раз поэтому. Вот у меня используется первая колонка индекса. Вот, как раз частичное использование индекса, про которое я говорил. А больше 5 и Б равно 5. Вот в этом случае, как я говорил, индекс будет его использование прервано на первом неравенстве. То есть мы с помощью индекса найдем все элементы, где А больше 5, а потом уже все их будем фуллсканить и находить, где Б равно 5. То есть это частичное использование индекса. Это намного лучше, чем фуллсканить всю таблицу. Окей, с этим еще более-менее можно жить. Там зависит от селективности первого элемента индекса, сколько вы найдете. Но если вы найдете 1-2 элемента, ну, как бы можно их и по фуллсканить, ничего страшного. Ну, лучше по индексу все-таки искать. Вот, все они как бы про это. То есть все эти варианты про то, что индекс будет частично использоваться. Теперь, обратите внимание на конкретный кейс, где у нас используется ин. Ин у нас используется в данном случае на выражении where. Только where это есть. Это фактически эквивалентно в данном случае равенству. То есть это все равно, что написать а равно 8, а равно 9. Вот для именно предложения where это корректно. Дальше поймете, почему я на это обращаю внимание. Итак, если у нас а не обязательно должен быть равен строго к какому-то значению, он может быть элементом из какого-то множества. Вот, если а из 8, 9, то у нас будет продолжаться использоваться индекс. То есть а, 8, 9, это не строгое равенство, но какое-то равенство ограничено множеству. b тоже из множества 5 или 8. И c больше 9. Вот здесь будет использоваться индекс целиком. Здесь не будет частичного использования индекса. Весь индекс используется целиком. Тоже важный момент. Вопросы есть какие-то по этому слайду? Здесь не все очевидно. Да? Да, а потом еще выбираешь там, где девятка. Ну, а если мы зададим больше, то у нас получается это все равно, что а вот. Больше ты выберешь какое-то подмножество, а дальше, еще раз, вот если а будет больше 8 задан, ты индекс будешь использовать для а, а ты его перестанешь использовать дальше, для b и для c. order by. Да? Если закрытый интервал еще раз, то будет индекс? Закрытый интервал between. Он будет использоваться, будет использоваться, и это будет последняя колонка, которая будет искаться по индексу. Если там дальше есть еще какие-то колонки, для них индекс уже использоваться не будет, но для битвин еще будет. Даже если там тоже интервал закрыт? Да. Допустим, давай я покажу трюк такой. Сейчас, он у меня есть, по-моему, на последнем слайде, давай дойдем до него. Нет, я это на слайд не вынес. К сожалению. Давайте, такой у нас есть вариант. Flipchart всем видно? У нас поле ID интовое. Видно, да, что я пишу? Хотим запрос. Хотим запроса, где ID 5 или 7. Есть идеи, как сделать так, чтобы… А, и потом. B больше 8. Вот такой запрос. Хотим, чтобы было не частичное использование, а полное использование индекса. ID 5, 6, 7. Им. Да, реально. Отлично. Плохо? Хорошо. А ID это же праймерки? Да. Разве не будут сразу все данные найдены по запросу по праймерки? Не понял. Ну, праймерки, он же индекс. Все данные сразу содержат. Не будет, правда? Ну, окей, да. Ну, хороший вопрос, да, подловил. Ну, давай суть. ID это не праймерки. А почему можно писать в ID 5, 6, 7? Ну, ID это же диапазон. Нет, ID это множество. Диапазон это битвин как раз. Вот, между 5 и 7. А это тоже самое семантическое. А вот оптимизатор этого не понимает, что ID это int. И его можно вот так переписать. Кстати, какие-то RM-ки такие вещи хорошо реализуют под индексы. Кто-нибудь знает, что такое? Кто-нибудь не знает, точнее. Давайте так. Ну, раз все знают, все, тогда отлично. Не буду останавливаться. Короче, вот так вот. Корректно, молодцы ребята, что додумались. Такой хороший трюк. Order by. Order by это у нас сортировка. Очень дорогая операция. Как это происходит? Мы ее отгружаем натурально в какой-нибудь временный файлик данные, которые выбрали, а потом этот файлик сортируем. Так происходит, если у нас нет индексов. Называется файл-сорт. Дорогая операция, напряженная, тяжелая. Все с ней будет плохо, если делать без индексов. Ну, вот написано, будет использоваться файл-сорт. Конечно, сортировка. Да, да, да. Нет, конечно, нет. Как от нее можно частично... А, нет, в данном случае даже это не спасет. Лучший индекс, который здесь может быть, это... Кстати, еще здесь прикол в чем может быть. Обратите внимание, у нас лимит 10 задан. То есть мы возьмем только реально 10 элементов первых. Мы выгребем кучу данных, будем их сортировать исключительно для того, чтобы найти 10 верхних элементов. Ну, представляете, как это расточительно? 10 раз в максимуме. Вот. Дорого, плохо. Поэтому делаем индекс country score. Почему? Потому что, ну, сначала мы будем находить нужные элементы, поэтому country на первом месте должен быть. А потом будем сортировать по счету. В результате, как это будет выглядеть, вы не то, что всех не обойдете по этому индексу. Вы обойдете только первых 10. Вы выбрали первых 10 по этому индексу, а дальше вы даже лазить не будете. По табличкам смотреть. Это будет очень-очень быстро выполняться. Вы найдете ровно 10 первых элементов, и все. На этом даже сортировки не будет какой-то. Как нам сейчас, например, эти индексы при... Когда мы конструировали... Прошу прощу, неплохо слышно очень. Когда мы делали базу данных, то мы не сделали, например, индекс country score. Нам его как-то временно можно сделать? Нет, ты всегда можешь достроить просто индекс потом. Это будет достаточно подтормаживать базу, пока будет строиться индекс. Для этого есть набор рецептов. Например, можно через репликацию. Потом сделать такой индекс сначала на репликах, а потом будет ходить чуть-чуть и не в реплике делаться. Потом можно одну из реплик назначить новым мастером, а мастер сделать слоевом и на нем сделать индекс. Насколько я знаю, админы, например, так делают. Это то, что приходит в голову. Еще, коллеги, вопросы? Кстати, да. А если мы, например, доделаем эту операцию с сортировкой, но у нас нет этого индекса, мы можем как-то одновременно, параллельно создавать этот индекс, потому что мы все равно сортируем, а мы все равно проходим по этим данным. Почему нам надо делать с этим не создавать индекс? Нет, я настолько глубоко даже задумываться не буду. Не знаю, как это реализовано. Возможно, там есть какие-то оптимизации. Понимаешь, в чем прикол? У тебя такие запросы, они же берутся не админ руками, их скорее всего пишут. Еще раз, мы работаем в вебе. Такие запросы идут из каких-то наших скриптов, их полетит сразу много, скорее всего. То есть они же не на пустом месте берутся. Нет, ну ты, прежде чем какой-то запрос в коде писать, еще раз, вот ты разработчик, на уровне разработчика, ты когда пишешь какой-то селект в своих скриптах, к сайту там или еще где-то, просто пишешь селект, ты посмотри, а там индексы-то есть для этого? Вот, потому что у тебя времени будет даже что-то строить, у тебя пользователь первый зайдет, дернет и повесит тебе базу. Вполне вероятно, такое может быть. Это нормальная штатная ситуация, там уже ты к базе элементарно зайти не сможешь, она у тебя висеть будет. Вот, ну там, под нее выделится, но она будет жрать процессор, там не очень хорошо будет уже сервак себя чувствовать при таких вещах. Вот, короче, это надо запомнить. Еще раз, коллеги, вопросы. Еще раз, главное, что отсюда. Лимит здесь вообще позволит вам не обходить все, потому что вы по индексу 10 первых элементов вам подходящих найдете, и все. А дальше вам даже лазить никуда не придется. Вопросы? Дальше, как работают индексы с сортировкой? Ортер Бай А. Ну, самый типичный вариант. У нас есть индекс А, Б, и мы сортируем по первому элементу этого индекса. Нормально работает. А равно 4, и Б ортер Бай Б. То есть мы сначала открепляем элементы по А, потом сортируем их по Б. Сразу скажу, а, ну вот, уже есть четвертый пункт. Можно делать все по одному элементу. Допустим, В, А равно 4, ортер Бай А. Вполне нормально будет работать вот здесь для больше 5, ортер Бай А. И дальше, ортер Бай А по возрастанию, Б по возрастанию. Здесь может быть не только по возрастанию, но и по убыванию деск. Главное, чтобы сортировка была однонаправлена. Она не должна быть разнонаправлена. Вот если будет ортер Бай А, а сцендинг Б, десцендинг, вот это работать не будет. В силу ограничения индекса, так индекс сделан, структура данных. Это ограничение, оно идет от того, что у нас в одну сторону идут стрелки на нижний уровень плюс дерево. Нет, 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 я еще раз говорю, эта картинка была косячная, из Википедии взята. Это стрелки идут в обе стороны. Ну просто есть такое ограничение, я не знаю, как это объяснить, нарисовать. Просто, в принципе, наверное, стоит посмотреть еще раз, нарисовать эту картинку и попробовать вручную сделать такие поиски и посмотреть, как это будет работать. Я не могу придумать другого объяснения, просто это как некий факт. А почему четвертый все-таки работает? То есть тоже ведь интервал, то есть там рассматривать... Потому что А больше 5, ортер Бай А. Ты по А и ищешь. Нет, 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 все действительно так. Вот когда будет не работать. Вот третий пункт, то, что уже обсуждали. А, сцендинг, Б, сцендинг. Вот ты, наверное, четвертый пункт сейчас имел в виду. А больше 5, действительно, в таком варианте уже работать не будет. На первом неравенстве уже сойдет с ума. А теперь обратите внимание, пожалуйста, на пункт номер 2. Помните, я говорил, мы еще вернемся к магическому слову in, что В, оно работает нормально, а вот когда у вас появляется ордер Бай, дополнительный к этому В, уже работать не будет. То есть вот если ордер Бай не было бы, а было написано Б больше 140, было бы нормально. Но так как у нас появляется ордер Бай, у нас уже нельзя использовать вот такой вот трюк, какой на флипчарте у нас был. Вот это осознайте. Вот ограничения такие у мускуля. Это важно знать. Да, вот этот in, он проходит, он фактически сначала пройдет с поиндесом 5, а потом 7, а два раза, что ли? Ну, то есть подряд. Да, да, да. Это как орд добавить, по сути. А частично вы нигде используете? В данном случае у нас основная проблема будет в ордер Байе. Частичное использование индекса здесь, по-моему, должно прокатить. Но здесь проблема в том, что у нас ордер Байе тоже лет больше. Я вот не уверен, кстати, справедливый вопрос, будет ли здесь частичное использование индекса. Здесь нужно попробовать explain сделать. Что-то я никогда не задумывался. Но в любом случае здесь важно, что ордер Байе точно будет не по индексу. Да? Я очень понимаю, что второй вариант. Возьмем там, где A5, C, по-моему, это значит, что нет бай. Вот ограничения MySQL'а такие. Просто вот надо знать. Можешь, если не веришь, проверить explain, сделать. Да? Есть предположение почему-то. То есть он же каждый, ин, это получается, несколько выборов делает с равно. То есть он несколько раз бегает по индексу. Здесь он пробежит двое раз по индексу, у него получатся две выборки данных. Он не сможет ордер Байе сделать. Ему придется делать агрегацию, поэтому и индекс не работает. Вот я знаю, как этот способ решить, поэтому, возможно, твоя теория верна. Можно, знаете, как это решать? Допустим, у нас есть лимит 10. Написать VA равно 5, order by B. Лимит 5. Мы же 5 хотим элементов. Union. Знаете, что такое union, да, в SQL'е? Кто-нибудь не знает, что такое union? Union select A равно 7. Order by B. Лимит 5. И потом еще вот это все залимитить на еще 5. Вот, order by, да и лимит сделать. Вот такое будет работать. То есть, но оптимизатор MySQL'а, к сожалению, об этом сам догадываться не умеет. А это для решения чего? Чтобы сделать вот второй запрос, более-менее оптимально написать, ну вот возникла у нас такая необходимость, чтобы не сортировать внутри программы, можно написать, понятно, да, сначала, ну, делаем раздельно А. А равно 5, и А равно 7. Потом union им их и сортируем уже так. Но предварительно их тоже извлекаем не все запросы, чтобы все делать, а по 10. Ну, они будут разные в силу того, что у них разные А, у одного 5, у другого 7. Поэтому мы извлекаем, всего нам нужно 5 элементов, мы извлекаем 5 элементов таких, 5 таких, потом их сортируем и ограничения на 5 делаем. Сортировка в одном случае будет? Только 10 элементов. Да, но она будет мало. Ну, она, скорее всего, там как-то оптимизнется, чуть не скажу, вряд ли она будет. Не знаю, что их надергать по индексам, как если бы был один уроки. Ну, оно, скорее всего, это в памяти просто сделает, там же объем очень маленький будет. Да, есть ограничение на лимит такое. Как тебе сказать? Ты когда-нибудь, это вообще, блин, представь себе страницу гугла, да? Нет, я понимаю. У тебя же там, ну, 10, 20, 100 ссылок, там разумное число. Никто не селектит сразу все. Это вообще первое правило при проектировании систем. Не надо извлекать всю базу. Зачем вам извлекать всю базу? Ни один пользователь в здравом умении никогда не будет все это читать. Это не нужно. Это, знаете, еще немножко отвлекусь на пару секунд, чтобы просто возникла общая идея того, как это надо проектировать, как об этом надо думать. Думайте, как пользователь. У вас в гугле будет написано, что найдено миллион записей. Какой пользователь в здравом уме полезет смотреть, сколько записей, блин, там найдено? Да никакой. Поэтому такие вещи всегда считаются приблизительно. Вот, поэтому думайте об этом именно с точки зрения такого подхода. А нужны ли вам точные цифры? Возможно, вам хватит приблизительных. Да. А вот опять возвращаясь к тому второму служебному множеству, что киндушами через битвин 5,7 и i не равно 6 сделать? Нет, нет, нет. Как только встретилось слово in, все, индекс не используется. И нет, без in. А, битвин нельзя начать уже. Битвин тоже нельзя, конечно. Здесь только строгое равенство. Как только появляется author by, у нас должно быть строгое равенство where clause. Да. Я думаю, что где равны 5 или равны 7. Зачем делать выборку, получается, по пятерке 7, а не сладость? Потому что... Потому что... Сейчас хороший вопрос. Сходу не отвечу, потому что я как рецепт это просто знаю по использованию. Давай потом подумаем. Я сейчас не буду отвлекаться, тем более все это под запись. Посмотрим. Возможно, поможет хороший вопрос, справедливый. Вот. Потому что общий рецепт такой. Там, скорее всего, есть какая-то причина, почему такие финты ушами делают, не через оре пишут. А вот так. Ну, это прям вообще базовый-базовый способ. А, потому что сортировка там не прокатится. Я в голове представил, я эти словами объяснить не могу. Ну, понятно. Скорее всего, это не прокатит. Потому что вот этот рецепт, который я говорю, это лекция Петра Зайцева. Я оттуда этот финт ушами нарыл, собственно говоря. Это действительно человек, который про мою сквилл знает все. Человек просто очень толковый. Он в этом самом зале как раз эту лекцию читал. Я ее вот только сегодня просматривал. Прямо перед лекцией я сам ее пересматривал каждые два месяца. Вот. Чтобы... Натурально. У меня есть список материалов, которые я смотрю. Я заканчиваю смотреть последний материал и возвращаюсь к первому. То есть у меня такой раунд робин. В другом, к сожалению, в нашей области никак. Это все забывается очень быстро. Вот. А помню, такие вещи надо. Потому что когда с ними сталкиваешься, легко забыть и просто о них не подумать. Я поэтому говорю, вот с технологиями, как что-то сделать, вы всегда это загуглите. Но вы должны знать о проблемах, которые с этим существуют. Вот вы можете знать, что есть такие индексы, что они используются не всегда. И там есть какие-то подводные камни. И есть такое выражение explain. Вот зная эти три факта, вы всегда напишите нормальное выражение. Потому что вы будете знать, как узнать, используется у вас индекс или нет. И вы будете знать, что гуглить. Все. Все остальное вы разберетесь спустя 15 минут. Вы это напишите. Функциональные индексы есть? Честно, не знаю. По-моему, нет. Так. Здесь этого нет. Давайте еще поговорю. Индексы даже помогают с агрегирующими функциями, но всего лишь двумя. Min и Max. Потому что это на самом деле не агрегирующие функции по сути своей. В том числе и при группировке GroupBuy. Хотим найти максимальную зарплату в департаменте. Строим индекс департамента ID salary. Вот и Select Max salary GroupBuy департамент. Вот как-то так. То есть должно работать. А раз и при суммировании они не помогают? Нет, при суммировании только эти два помогут. Ну, вроде иерархическая схема может применяться. Если такое и есть, то я об этом никогда не слышал. Вот, ну, опять же, вот только сегодня всю эту историю повторял. Вот строго есть Min и Max. Может, там какие-то кастыли и есть. Там сейчас вообще чуть сложнее все стало. Появились такие вещи, типа как объединение индексов, то, что с ORAM используется. Вот, ну, это сложно пока на это полагаться, потому что я таким вещам не доверяю. Так, теперь еще одна головная боль, небольшая, с join'ами. Как работает join в MySQL? Ну, алгоритм называется nested loop. Я думаю, по названию вы все догадались, что это такое. Nested loop, ложные циклы. Ну, натурально берем первую строчку в первой табличке, пробегаем все строчки второй таблички. Берем вторую строчку первой таблички, пробегаем все строчки второй таблички. Третью строчку первой таблички, опять. Вот, дорого по процессору. Помните, да, что join'ы излишний враг любой оптимизации вашей. Вот, поэтому без индексов, ну, вы реально убьете базу. Там сортировка-то убивает. Это вообще будет убивать чуть сильнее. Вот, поэтому будет тормозить. Оптимизатор хитрый, он умеет представлять, какая таблица будет первая, какая вторая. Ну, здесь главное, на что, о чем нужно помнить, обязательно, обязательно должна быть проиндексирована табличка номер 2, туб, которую мы будем пробегать много-много раз. Вот по ней индекс прям железда должен быть. Иначе, ну, все будет печально и плохо. То есть, запомнили, да? По первой табличке, в принципе, там индекс может не быть. По второй, индекс обязательно должен быть. Это очень важный момент при join'е. Смотрите explain'ы всегда, да? Это как раз оптимизатор как раз и убирает ту таблицу второй, у которой есть индекс. Вот, опять же, сходу не скажу. Лучшее, что вы здесь можете сделать, это запустить explain'ы, посмотреть, что все будет, как вы рассчитываете. Вот, в том числе, скорее всего, да, оптимизатор. То есть, не глупый. Хотя, как мы уже видели, вот такие трюки он сам делать не умеет. Поэтому я бы не доверял ему. Я бы посмотрел сам. Еще раз про InnoDB. InnoDB всегда неявно в конец добавляет какой-то первичный ключ, какой там есть. И по ним он кластеризует данные. Вот это тот самый момент, когда вы должны вспомнить про LiveJournal, их кейс. Очень полезный кейс. Вот эту информацию вы можете использовать при сортировках. Во-первых, там коллега как раз обращал внимание на это. Что у вас в любом индексе всегда есть первичный ключ. Почему это? Достаточно очевидно просто. Потому что в любом вторичном ключе у вас есть первичный ключ. Поэтому можете считать, что он есть. Это, собственно говоря, и есть значение, которое лежит в листе индекса. Дальше. Есть такое понятие покрывающий индекс. Поднимите, пожалуйста, руку. Кто не слышал о том, что такое покрывающий индекс. О, отлично. Значит, будет интересно рассказать. Смотрите, данные у нас в общем случае лежат где? Они лежат на диске. Их много. Вряд ли это в кэш все влезет. Потому что если у вас все влезет в оперативную память, а нафига вам все эти извращения? Используйте какой-нибудь in-memory с UBD условный тарантул. Почему нет? Все нормально. Хотя на самом деле у вас и так все стараются поставить как можно больше оперативки, чтобы все вылазило в оперативку. Индекса седали. Ну да ладно. Типичных запросов у вас не так много. То есть когда вы проектируете базу, вы прежде всего должны задуматься о том, как она будет использоваться. Какие будут типичные запросы к этой самой базе. И допустим вы храните много всякой редко используемой информации, которая в общем-то в индексах ее нет. Потому что она в табличке осела и висит. Вы же не будете все это поднимать и из-за этого бегать по табличке, чтобы найти эту информацию. Поэтому выгодно что сделать. Даже если вам какой-то ключ не нужен непосредственно в условиях WHERE или в сортировках, вы его все равно добавляете в этот самый индекс. И когда селектите, он уже будет в индексе. Он уже будет индекс, как правило, влазит в оперативку. То есть вы вообще в диск не пойдете, возможно. Вы все эти данные найдете уже из индексов. Вот это называется покрывающий индекс. Еще раз, в чем основная идея? У вас есть какие-то данные, которые лежат всегда на диске, но они практически никогда не бывают нужны. А какие-то данные вы часто используете. Вы не используете их в условиях сортировок, в условиях поиска. Вы их просто селектите, выгребаете, и вы их все равно добавляете в индекс, в конец куда-то индекса и селектите. Какой отсюда вывод из этих двух пунктов можно использовать? Если, да. Еще вопрос по прошлому слайду. Есть какое-то отличие между тем, как строить индекс, допустим, если у нас есть поле А, поле В, строить индекс А, В или строить индекс отдельно по А и отдельно по В. А от чего это может зависеть? В каких ситуациях лучше строить? Вот так или нет? Всегда так, потому что меньше дерева. Это прям отдельный кейс, который Летцев тоже у себя рассматривал в мастер-классе. То есть если мы даже в разных запросах используем, в одних запросах используем только поле А, а в других запросах только поле В, а нужно строить индекс по картерам? И да, и нет. Понимаешь, надо смотреть, какая статистика запросов. Всегда нужно посмотреть. Нет универсальных рецептов. Нужно смотреть на твой конкретный кейс. Если мы в одном запросе используем сразу два поля, то лучше строить индекс сразу по картерам. То есть одновременно по двух, да? Да. Ну, как оно у тебя пойдет, смотря. В конец просто дописать и все. Еще раз, важный момент отсюда. Так как у вас первичный ключ всегда в конце индекса неявно присутствует, если вы хотите построить покрывающий индекс только из-за того, что primary key у вас не входит в индекс, вам не надо его дописывать, он там и так есть. Идея понятна вот эта? Отлично. Теперь немножко уже без слайдов. Если мне память не изменяет. А, нет, со слайдом. Я их тоже изнес. Аверфет индексов. Сейчас вы все такие придете, у кого-то из вас свои стартапы, и начнете делать индексов. Блога индексов. А их можно сделать там на табличку из пяти штук. Я как минимум 120 вам назову, это факториал. 5 факториалов, там их больше. Даже за счет комбинации, по-моему, будет, если мне память не изменяет. Не надо так делать. Матом вас прошу, не надо так делать. Запомните, у индекса, индекс это не бесплатная штука. Почему не бесплатная штука? Когда вы вставляете новый картеж какой-то, табличку, что у вас происходит? Вы не просто ее вставляете, вы обновляете все индексы. А теперь, представляете, вы будете 120 индексов обновлять. У вас запись начнет тормозить, а мама не горюй как. Ну вот серьезно, поэтому не надо делать на каждый чьих индекс. Подумайте, какие индексы вам реально нужны и давайте, используйте. Какой инструмент здесь может быть? У MySQL есть так называемый slow-log. В процессе разработки запускайте какую-то тестовую нагрузку себе. В процессе разработки не надо так делать в продакшене. Вот, только в dev-сети. Запускаете нагрузку и смотрите, какие запросы у вас в топе этого slow-log. В примере, берете по первому запросу, который у вас в топ-1, берете, построили индекс. Смотрите дальше, кто следующий тормозит, по нему построили индекс. Вот когда у вас все становится приемлемо, вот тогда можете запускаться в продакшен. Окей, запись тормозит. Будет ли тормозить чтение от лишних индексов, когда вы придете и сделаете 120 индексов? В хорошем суде нет, но если планировщик хороший, то нет. Всегда будет тормозить, потому что планировщик будет выбирать. Нет, там, конечно, можно кэшировать как-то и прочее. Ну да, идея правильная, да, тут будет планировщик. Может, не всегда я так говорю, тоже неправильно, что всегда надо договорить в общем случае. Ну, как правило, скорее всего, будет тормозить. MySQL будет, потому что планировщик будет смотреть и думать, а какой индекс ему из этих 120 использовать. Каждый раз натурально он будет смотреть и думать, ну так у него три индекса, он уж как-нибудь из них выберет. А другое дело ему 120 индексов оббегать. А уж если у вас 10 колонок и у вас 10 факториал, то там вообще все плохо будет. Вот у вас завтра лабораторка, как раз посмотрите на практике, что у вас и то и другое будет затормаживаться. Сразу такой спойлер к части Сергея расскажу. Вот так что аккуратно, ребят, аккуратно. А если у индекса низкая селективность, и вот планировщик его выбирает, это же может быть тоже затормозить по сравнению с полным чтением? Еще раз. Если у индекса очень низкая селективность, и планировщик его выбирает, ну вот этот индекс, это же будет медленнее, чем полный чтение. А сколько я знаю, там ведется специальная статистика, какие индексы более селективные, и он это учитывает. Вот опять же, я все-таки пользователь баз данных, не разработчик, но когда ты интересовался этим вопросом, он ведет статистику, просто какой индекс обладает какой селективностью. Ну статистика, это же если сразу очень много добавить данных, то статистика не обновится. Мы же говорим о реальной жизни, кто же добавляет в реальную жизнь сразу много данных, то сколько у тебя будет процентов чтения записи? Если у тебя вообще система, которая больше под запись ориентирована, я бы вообще думал над каким-то, может быть, другим инструментом. Не факт, что это то, что тебе нужно. Вот есть же базы данных аналитические, специальные, может быть, они там нужны. Может, какая-то поколоночная СУБД. То есть, возможно, это просто не самый лучший инструмент. Ну просто, я вот, ну, например, MySQL, да, и у меня только один индекс. У меня есть гарантия, что он точно не затормозит чтение. Нет, он, с одной стороны, он затормозит чтение, но с другой стороны, он и даст прирост к этому чтению, понимаешь? То есть, ты потратишь чуть больше времени на оптимизаторе, но выиграешь очень сильно на самом извлечении данных. То есть, он какой-то оверхед, естественно, внесет, но этот оверхед будет ничем по сравнению с той пользой, которую ты от этого индекса получишь. Ну, как тебе сказать? Давай я тебе такую аналогию приведу. Вот у тебя болит голова. Ты приходишь и хочешь выпить анальгина. Анальгин горький, его пить неприятно. Но профит, который ты получишь, испытав эту горечь полсекунды, будет многократно превзойден пользой, что у тебя не будет болеть голова. Вот здесь логика такая же. Ну да, чем-то надо жертвовать. Даже если низкая селективность. Ну, еще раз, даже если низкая селективность, вопрос, насколько она низкая. Ну, если у тебя это индекс пола в роддоме, клиенты роддома, у тебя будут со стопроцентной вероятностью женщины. Понимаешь, что это вырожденный случай. Такой индекс, конечно, тебе, скорее всего, пользы не принесет. Если ты, конечно, не хочешь заселектить пол всех, так это будет каверин индекс, покрывающий индекс, и какую-то пользу он тебе принесет. Вот, ну, в общем случае, как бы, ну, зачем рассматривать вырожденный случай, ну, это твой особый кейс какой-то. Коллеги, еще вопросы? Тема, на самом деле, безмерная. Кстати, еще чем плохо много индексов для чтения, вот я здесь написал, забыл сказать, у вас будет происходить вымывание кэшей. То есть так у вас в оперативочке осели какие-то данные, а так у вас все индексы не будут помещаться в памяти, они будут вымывать друг друга. Вот это вот плохо. Поэтому старайтесь все-таки, чтобы индексы были переиспользуемые. Думайте над теми запросами. Иногда выгоднее добавить какое-то еще одно поле, ну, как иногда. На самом деле, это как правило так бывает. Если у вас есть какой-то индекс уже, и вам понадобился похожий индекс, ну, допустим, у вас есть индекс А, Б, вот, а вы хотите еще селектить С. Не надо, это просто добавляйте А, Б, С. Нормальный индекс будет работать. Смотрите, старайтесь переиспользовать то, что у вас уже есть. А если мы, например, преиспользуемые, то есть, как у нас есть индекс А, Б, С, если мы будем использовать этот вопрос, ну, скажем, индекс по этим еще двум индексам будет пересекаться? Индекс по этим двум индексам? Сразу звучит. Там пересечения будет… Индексов? Да, пересечения бывает. Если мы будем использовать два остатка. Ну, ладно, я знаю, потому что… Угу, хорошо, да. Да. А поиск по полю А, полю Б отдельно, полю С, полю А2? Еще раз не понял. Смотри, зависит от, опять же, типов данных, как можно решить проблему. Допустим, давайте так, у вас есть запрос, у вас есть индекс пол человека, именно пол человека, давайте так, и имя человека. Вы хотите заселектить всех людей, но что вы можете сделать? Написать пол in male, female, и все будет работать нормально. То есть вы вводите некий фейковый фильтр, просто как подсказку оптимизатору, что, чувак, давай, нормально все будет, используй этот индекс. Еще раз. Вы фактически хотите по имени сделать? По всем. Вот, но у вас уже есть пол, ну, по имени как-то, префикс, префикс имени найти там, найти все имена, которые у вас начинаются с буквы А, да? А у вас есть, у вас нет индекса по имени, но у вас есть индекс пол, запятая имя, да? А пола у вас всего два, к счастью. Вы пишите пол in male, female, запятая, а дальше name, like, а процентик. Все. И у вас все работает. Вы вводите такой вот фейковый фильтр, и все отрабатывает как надо. Уже используется... А? Пол, а там время, анижник. Ну, это надо садиться, смотреть на типичные запросы, я тебе так сходу не скажу. Вот, если хочешь, подойди после лекции, обсудим, посмотрим. Индекс А, ВС, да? Я на слух сейчас это не восприму. То есть нам будет индекс А, индекс В, С, затем А, В. Ну, понимаешь, сколько ты индексов плодишь уже? Вот, может быть, постараться использовать как-то их по-другому. Возможно, в одном запросе их извлекать, у вас, вон, covering индексы, всякие прочие. То есть ты не обойдешь математику, но ты можешь как-то схитрить вот таким вот макарем. Написать запросы так, чтобы все-таки как-то использовалось это дело, да? Вы напишите на инамы, может быть, по-другому? А инамы, по-моему, в конечном итоге сходятся к числам, к обычным. Ну да, но как-то кто-то говорил, что они тормозят, но... По-моему, нет, они не тормозят. Я ничего подобного не слышал. Может, они как-то, ну, позволяют оптимизировать, то есть, как вот, типа, ин. Типа, если выборка по инамам, то можно там сделать индекс с... Ну, считаешь, что это... Оптимизатор не оптимизирует их? Да нет, вроде. Я не знаю, что здесь оптимизировать. То есть, грубо говоря, использую их так, как надо. Я сходу не понял сложности просто вопроса, возможно. Еще коллеги. Я правильно понимаю выбор структуры данных B плюс деревья для диска? Это то, что мы оптимизируем, во-первых, под последовательное чтение, а вот эти пять уровней, они нужны для того, чтобы быстрее начать с нужного места. Ну, у тебя есть странички, грубо говоря, это некие блоки. Ты можешь легко этот блок прочитать заодно операцию ввода-вывода. Ты ее прочитал, дальше проанализировал, как тебе надо, и пошел куда-то дальше. А если у нас в мае сам, как вы говорите, вот в этих листьях деревьев лежат только адреса самих данных на диске, а не сами данные, то получается мы использовали индекс, взяли все эти адреса, и дальше опять мы должны туда-сюда ходить вот так? Ну, естественно, ты взял данные, с сиком прошелся. Ну, если они лежат рядом, как бы, возможно, и так придется, потому что это в NDB у нас, они кластерно лежат, а там-то они могут лежать в разных местах, поэтому ты, скорее всего, никуда от этого не денешься, приходится бегать. Печально. Ну, такова жизнь. Я, может, что-то не знаю, потому что тысячелет уже мае сам не использовал, но вообще выглядит так. Так, давайте немножко ближе к закруглению пойдем. Так, вот, кстати, эти все трюки есть. Еще раз про индекс мерч не рассказал. Вот, если у вас есть условия не и, а или, то могут использоваться два разных индекса в таком случае спокойно. То есть, A равно 5, B равно 8. Тогда, может, будут использоваться и индекс по колонке A, и индекс по колонке B. Вот это нормальная ситуация. Более того, новые версии MySQL умеют даже с SEND так делать. То есть, для запроса A равно 5, B равно 8, в принципе, может использоваться два индекса. Может, но это делать не рекомендуется. Все равно лучше один индекс A, B, или B, A. В данном случае это эквивалентно. Вот, такие вещи учитываем. Так, немножко о транзакциях поговорим в конце прям. Кратко-кратко. ACID. Окей, я много сказал, что одно из основных преимуществ у нас, которое дает реляционная база данных, это индексы. Ну, не только реляционные, в принципе. Вообще, что еще полезного вносит нам база данных? Это контроль данных. Появление транзакций. То есть, транзакция, она какая должна быть? Она должна быть ACID. Атомарная, консистентная, изолированная и надежная. Особенно в последнем моменте. Давайте начнем с надежности, чтобы, опять же, понять, что наука немножко отличается от жизни. О чем говорит надежность? Вот мы зафиксировали данные на диске. После этого, как только данные зафиксированы, мы сказали, транзакция подтверждена, она уже никогда никуда не пропадет. Это распространяется на случай ядерной войны? Скорее всего, нет. Я думаю, что если она случится, то может и там... Нет, это я к тому, что... Это у нас был, на самом деле, на работе Холивар на этот счет обсуждали тоже, что есть джерабилити, когда он заканчивается. Поэтому это с точки зрения, что математика не всегда совпадает с реальной жизнью, так как нам хотелось бы. Ну, тем не менее. А тамарность? Это строгое, самое, на мой взгляд, понятное понятие. Такое вот кэшер. Понятное понятие в этом принципе. Эйсит. Тамарность о чем говорит? У вас транзакция будет либо целиком примена, либо целиком не примена. Ну, пример типичный. Если вы покупаете билет в кинотеатре, у вас должны или не списаться деньги и не быть выдан билет, либо у вас должен быть выдан и билет, и списаться деньги. Если у вас спишутся деньги, но билет вам не выдадут, вы пойдете ругаться и жаловаться в Роспотребнадзор с вопросом какого? Собственно говоря, а в противном случае кинотеатр сильно обидится, придет к тем, кто им писал базу данных бронирования билетов и скажет, «Ребят, мы из-за вас деньги теряем, нехорошо, переделывайте». Консистентность. Любая транзакция по своему завершению должна оставлять базу в консистентном состоянии. Там, как это сказать, есть такое понятие ограничения, констраинты в базах. Что, типа, если там у меня есть мои имейлы и таблица моих доменов, у каждого имейла обязательно должен домен этот существовать. Вот эти вот ограничения вы на логику базы навешиваете, и любая транзакция должна по своему завершению оставлять базу данных в согласованном состоянии. Ну, как это может выглядеть у нас. У нас может быть ограничение, что у вас не будет списано денег больше, чем у вас было на счете. Вот, все вот это вот. Изоляция. Каждая транзакция, вот по поводу изоляции пойдет дальнейший разговор, должна выглядеть так, как будто она происходит в данный момент времени единственная. И дальше она будет видна только после своего завершения. У вас не должна быть система в каких-то промежуточных состояниях. Это в идеале. В реальной жизни, к сожалению, все не так. Почему так, сейчас покажу. У вас есть четыре проблемы транзакции. Потерянное обновление. При одновременном изменении одного блока данных разными транзакциями одно из изменений теряется. Проблема. Плохо. То есть, как это происходит. Помните вот этот вот пример, что я купил на… У меня тысяча рублей на банковском счете. Я купил за 300 рублей что-то, а потом купил за счет за рубль. Вот, и если у меня останется 999 рублей на счете банка, банк обидится. Вот, это потерянное вот как раз обновление. Грязное чтение. Это чтение данных обновленных или измененных транзакций, которая впоследствии не подтвердится, откатится. То есть, вы прочитали данные, а потом транзакция не подтвердилась, и она откатилась. Ну, как это выглядит. У вас кто-то купил билет, потом он решил отменить покупку билета, а кто-то уже… Точнее, он отменил покупку билета. Сейчас нет, не такой сценарий. А все такое бывает. Кто-то хотел… Кто-то купил билет, потом хотел отменить бронирование. В этот же момент времени кто-то увидел, что отменили бронирование, купил билет целиком, а потом тот, кто отменял покупку билета, тоже отменил свою транзакцию о том, что он отменяет покупку билета. И у двух людей получается один билет. Плохая практика. Это называется грязное чтение. Неповторяющееся чтение. При повторном чтении в рамках одной транзакции ранее прочитанные данные оказываются измененными. Это о чем говорит? Помните, я говорил, что каждая транзакция в идеале должна считать, что она в данный момент времени выполняется одна единственная. Теперь представляете, в пределах одной транзакции вы считаете, сколько людей. 100 человек. Потом транзакция проработала, проработала, проработала. Доходится еще раз, читает что-то. У вас 105 человек. Ну как так? Неизолировано получается. Это неповторяющееся чтение. Фантомное чтение. Одна транзакция в ходе своего выполнения несколько раз выбирает множество строк по одним и тем же критериям. Другая транзакция в интервалах между этими выборками добавляет или удаляет строки или изменяет столбцы некоторых строк. Вспользуемых в критерии выборки первой транзакции успешно заканчиваться. В результате получается, что одни и те же выборки в первой транзакции дают разное множество строк. Вот. Здесь, например, даже сложно придумать какой-то сходу. Ладно. Дальше. Приходим к тому, что у нас есть четыре уровня изоляции. Read Uncommitted, Read Committed, Repeatable Read и Serializable. Вот Serializable это та самая идеальная ситуация, когда у вас вот прям кресит, все изолировано, все хорошо. Вот так это вот выглядит. Serializable решает все проблемы. Repeatable Read не решает фантомное чтение. В общем, чем ниже уровень изоляции, тем хуже. А дальше приходим к такой проблеме. Как обеспечить уровень изоляции, например. Нам нужны блокировки. Блокировать мы можем что? Мы можем заблокировать всю таблицу. Если мне память не изменяет, то, по-моему, это все верно. Именно так происходит для MyIsom. Вот если не так, можете меня поправить. По-моему, там блокировка на таблице. Честно. Вот 100% зуб не дам. Можно заблокировать всю базу данных. Вот вообще всю базу данных. То есть одна транзакция выполнится, потом приходим к следующей. Можно блокировать строки какие-то конкретные. Можно блокировать ячейки строк. Можно вообще ничего не блокировать. Тогда у вас и изоляции не будет. К сожалению, в этом плане все не бесплатно. Это стандартный трейд-офф между тем, насколько у вас должно быть транзакции. И изолировано все. И тем, что у вас будет падать производительность.